К возведению самых крупных объектов области привлекут вчерашних студентов. В регионе подписали соглашение о сотрудничестве в сфере непрерывного образования начинающих специалистов. Событие это прошло в рамках специализированной выставки «Стройиндустрия». Она открылась в 20-й раз. Ирина Трофимова продолжит. Более 180 компаний со всей России и ближнего зарубежья. Строительство в моде. А ведь эту тенденцию в регионе 20 лет назад задали именно в экспо «Волге». Генеральный директор выставочной компании Андрей Левитан вспоминает, как все начиналось. С небольшой ярмарки. Сейчас это единственная в регионе и одна из самых крупных в стране специализированных строительных выставок. Выставка выросла практически на 70% по сравнению с прошлым годом. Это, наверное, самый важный и наглядный индикатор того, что происходит в строительной отрасли. Каковы ожидания у отраслевиков. Об актуальности развития сферы говорят и давно накопившиеся проблемы с доступным жильем. Специалисты возлагают на строительные направления особые надежды. Она за собой может естественным образом потянуть и развитие других потребительских рынков. Прежде всего того, что связано с ремонтом, благоустройством, мебелью, крупной бытовой техникой. Между тем, строителей одолевает кадровый голод. Отрасли не хватает молодых и квалифицированных специалистов. Над этой проблемой уже работают в областном правительстве. Минобор совместно с рядом организацией строительной отрасли подписали соглашение о сотрудничестве. Объединит их проект открытый урок. Цель которого наладить общение между вузами и строительными организациями. По сути, установив прямой контакт между работодателем и потенциальными сотрудниками. Сегодняшнее мероприятие мы используем для того, чтобы продолжить поиск новых механизмов взаимодействия между отраслью образования и профильной отраслью. С самими строительными организациями, с работодателями. Ирина Трофимова, Александр Дудко, Новости губернии.